Экология планеты меняется? Города тонут? Кто виноват? Венеция такая не одна? Повышение уровня океана? Почему строят города на болоте? Как защититься? Атлантида будет не одна? На все эти вопросы мы с вами ответим сегодня. Привет, меня зовут Тимур и сегодня мы рассмотрим 12 городов мира, которые постепенно уходят под воду. Экология планеты меняется, уровень моря повышается, почва оседает и некоторые города оказываются под угрозой уничтожения. Так что уже через несколько десятков лет следующие поколения будут видеть на карте гораздо меньше участков суши. Номер один. Джакарта, Индонезия. Абсолютный рекордсмен списка – это Джакарта. Столица Индонезии является самым быстро тонущим городом в мире и на данный момент более 40% ее территории уже затоплено. Как показали исследования, город опускается под воду примерно на 25 сантиметров в год, а это значит, что к 2050 году около 95% северной Джакарты будет потоплено. Виной тому служит отсутствие надежной водопроводной сети, из-за чего жители Джакарты вынуждены вырывать частные колодца, которые никто не регулирует. Подземные запасы воды истощаются и под городом образуются многочисленные пустоты, которые приводят к оседанию почвы. К тому же жители города регулярно страдают от проливных дождей, которые заполняют водой целые кварталы. Номер 2. Хьюстон, США. 5 сантиметров в год, примерно с такой скоростью Хьюстон уходит под воду. Стоит отметить, что это быстрый темп погружения. Для сравнения, Венеция тонет всего лишь на 2-3 миллиметра в год на севере и до 3-4 на юге. Хьюстон столкнулся с угрозой уничтожения из-за откачивания грунтовых вод. Созданная им разница давления приводит к тому, что почва начинает проседать. Кстати, как раз поэтому Хьюстон настолько сильно страдает от наводнений. Номер 3. Новый Орлеан, США. Новый Орлеан погружается под воду неравномерно. Одни кварталы города опускаются со скоростью 5 сантиметров в год, а другие – всего лишь 3-4. Город находится в дельте реки, что повышает риск нанесения ущерба от наводнений. Уже сейчас некоторые районы Нового Орлеана находятся ниже уровня моря и продолжают опускаться. Номер 4. Бангкок, Таиланд. По прогнозам ученых, в ближайшее десятилетие Бангкок может полностью погрузиться под воду, став жертвой собственного развития. Из-за повышения уровня океана, эрозии побережья и быстрой урбанизации город проваливается примерно на 2 сантиметра в год. Эксперты бьют тревогу, но столица Таиланда продолжает развитие. Появляются новые небоскребы, на месте каналов строятся автотрассы. Кстати, именно из-за уничтожения сети каналов Бангкок лишает себя системы естественного дренажа, которая могла бы спасти его положение. Бангкок – это мегаполис, вмещающий в себя 10 миллионов человек, который построен на болоте всего на полтора метра выше уровня моря. И уже сейчас, из-за собственной тяжести, город настолько опустился, что оказался значительно ниже уровня воды. Номер 5. Дака, Бангладеш. Бангладеш уже долгие годы борется с угрозой сильных наводнений. Если в ближайшее время уровень воды поднимется на полтора метра, то вся территория площадью более 22 тысяч квадратных километров полностью уйдет под воду. Такое глобальное наводнение угрожает здоровью и жизням свыше 18 миллионов человек, а также грозит уничтожением уникальных природных объектов, редких видов птиц и животных. Номер 6. Роттердам, Нидерланды. Больше половины территорий Нидерландов находится ниже уровня моря. Роттердам и некоторые другие города опускаются со скоростью в среднем 20 миллиметров в год. Такое резкое проседание суши, скорее всего, связано с тем, что на территориях этих городов и около них ведется промышленная деятельность, открыты и разрабатываются месторождения соли и природного газа. Номер 7. Лондон, Великобритания. Столица Британии опускается со скоростью примерно 1 миллиметр в год не только из-за подъема уровня воды, но и из-за таяния ледников в Шотландии. В 1984 году был построен барьер на Темзе, плотина, защищающая реку от затопления. При строительстве сооружения предполагалось, что применяться оно будет не более двух-трех раз в год, но уже сейчас барьер используется около семи раз в год. Ученые бьют тревогу, город может быть стерт с лица земли, если мировой океан поднимется еще на полметра. Номер 8. Вирджиния Бич, США. Небольшой американский городок, находящийся на пересечении Часапикского залива и Атлантического океана, на сегодняшний день тоже медленно погружается под воду. Это происходит из-за повышения уровня воды вокруг него. Вирджинию Бич уже можно назвать рекордсменом по скорости затопления среди городов восточного побережья. Номер 9. Майами, США. В Майами настолько быстрый подъем уровня воды, что некоторые автомобильные трассы и жилые дома в городе уже оказались затопленными. По данным исследований, проведенных в 2018 году экспертами Union of Concerned Scientists, стало известно, что в ближайшие 30 лет с риском уйти под воду могут столкнуться около 12 тысяч домов в городе. А это значит, что в случае крупного наводнения причиненный водой шерп составит примерно 6,5 миллиардов долларов. Номер 10. Венеция, Италия. О том, что Венеция постепенно тонет, знают даже школьники, это наиболее известный пример тонущего города. Но если мыслить рационально, то ситуация итальянского городка не так плачевна. Венеция тонет с небольшой скоростью, всего 1-2 миллиметра в год. Причина затопления города заключается в повышении уровня мирового океана и оседании грунта, который держит свои дворцов. Номер 11. Мехико, Мексико. За последние 60 лет Мехико опустился примерно на 10 метров. Виной всему, как считают ученые, забор грунтовых вод. Вода, которую выкачивают из-под города, оставляет после себя пустоты и со временем порода оседает. Еще один фактор, способствующий потоплению Мехико, это его расположение. Он был возведен на сухом озере в древнем кратере вулкана. Номер 12. Лагос, Нигерия. Лагос – это город на побережье, который включает в себя еще ряд островов. Лагос уходит под воду из-за плохого дренажа. Повышение уровня воды в море даже на метр может привести к необратимым последствиям для всей страны. Ситуацию осложняет еще и то, что население Лагоса выкачивает огромное количество грунтовых вод. Не существует готового рецепта спасения таких гигантских и сложных организмов, как современные города. Но уже понятно главное, прячься за высокими стенами и дамбами, ничего не исправить. Все мы слышали про Атлантиду, легендарный город, который за одни сутки ушел под воду. Возможно, скоро к нему присоединятся и другие, уже современные города. А на сегодня это все. Если понравился ролик, жмякни лайк, а также обязательно подпишись, чтобы не пропустить моих новых видео, где мы будем познавать мир. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова